Надо понять, что вообще сам механизм погружения в стресс, депрессию, этот механизм всегда означает погружение в одиночество или в отношение с самим собой. Как это происходит? Это происходит под влиянием боли. Боль — это определенный вид памяти. Судьба, чем тяжелее она, тем больше она приковывает человека к себе. Вот бывает, допустим, даже животное сидит и не двигается вот так. Это значит, что стресс. Голубь там, собачка. Вроде бы они живые, могут бегать, но они сидят и не двигаются. Это значит, что они погибают. Все знают, что когда животное так себе бьет, скоро помрет, значит. Точно так же и человек. Ну то есть, что делает с человеком злая судьба? Она сковывает его психику, и он думает, думает, думает о себе. Как ему дальше жить, что ему делать. Потом он перестает спать ночью, думает тоже. Почему перестает спать? Потому что думает. Почему он думает? Потому что он ищет счастья там, где его нет. Ну то есть, чего человек в это время хочет, когда он в стрессе? Чего он хочет? Он хочет счастья. Как мы обычно добываем счастье? Своими мыслями. Ты вспомнил что-то хорошее, и пришло счастье. Но когда у тебя тяжелая судьба на тебя действует, ты своими мыслями счастья не добудешь. Ты можешь думать вечно. Можешь думать и ночью, и днем. Тебе думается, поэтому ты думаешь. Но надо выходить из этого состояния, потому что это замкнутый круг. Человек в это время не должен сосредотачиваться на своей жизни и на себе. Те, кто разрушают этот замкнутый круг, те и победители. У меня есть одна знакомая. Она долгое время не могла выйти замуж. Но она создала женский клуб. Она разорвала этот круг. Ей хотелось думать о себе. Она просто сказала себе. Я буду помогать женщинам, которые нуждаются в замужестве. Я буду помогать и веноким женщинам. Как только она начала этим заниматься, она очень быстро выстала замуж. Но она не закончила помогать. Она и сейчас это делает. Поэтому попытайтесь понять формулу. Если вы чувствуете, что вы постоянно обдумываете, как вам дальше жить, вы находитесь в этих мыслях, если мысли убивают вас. У вас нет выхода. Вы не сможете разорвать порочный круг своими силами, потому что судьба будет вас приковывать в себе все больше и больше. Отсюда рождается шизофрения. Психические заболевания – это как раз максимальная прикованность в себе, когда человек уже не может видеть вообще окружающий мир. Аутизм – то же самое у детей. Но там другая причина. Причина – напряжение психическое. Но это напряжение же не с потолка берется. Родители живут неправильно. Они создают неправильную энергетику в семье. И часто дети вот в этой энергии рождаются, живут. Они просто не знают, что есть что-то другое. А что другое? Откуда рождается? Так и да, лучше жить. Правда ли? Это правда. Почему красиво? Потому что это правда. Так побеждает судьба человека. Вот, допустим, меня спрашивают, что делать с мужем, который тебя насилует? И ответ неожиданный. С ним ничего не надо делать вообще. Не разводиться, не сходиться. Ничего с ним не надо делать. Надо иметь много подружек, с которыми надо научиться служить им, заботиться о них, звонить им. Как у вас дела? И испытать счастье в отношениях с подружками надо так сильно, чтобы муж перестал волновать. И как только он тебя перестанет волновать, он будет меняться изнутри, видя тебя такой красивый. Понимаете, одна же девушка очень серьезная, слушала лекции, работала над тобой прям серьезно. Но параллельно у ней разворачивалась обычная ситуация жизненная. Ее муж начал гулять, решил ее бросить. А она в этом своей работе над собой достигла определенного уровня. И она стала радостной, счастливой и красивой. И он ее спрашивает, что ты такая счастливая? Ну что, у тебя кто-то есть? А она говорит, а что, только у тебя, что ли, кто-то может быть? Я счастливый, потому что у меня однозначно кто-то есть. Ну, не важно, она по-своему это все понимает. Она им по-своему. То есть у нее есть подружки, есть старшие. У нее кто-то есть, однозначно. Ну, только, как бы, немножко в другом ракурсе. Но он понял это по-своему. Понимаете, счастливый человек обросить невозможно. Он подумал и решил не разводиться. Ну, потому что, представляете, я как бы развожусь, она счастливая, я подаю на развод, она становится еще счастливее. Кому это надо вообще? Поэтому, как бы, дураков нет. Живем вместе дальше. Ну, ты все так мыслит человек. Это обычное мышление. Причем, когда ты счастливый, то с тобой невозможно разводиться. Такая корова нужна самому. Не выдаешь заднюю, станет рука. Мультфильм смотрели, мужик корову пришел продавать. Нашел пиарщика. Тот как начал, он достоинство, корову начал рассказывать. Вот тот смотрел, смотрел. Понял, что корова хорошая. Говорит, я не продаю, пошел. Такая корова нужна самому. Вот и все. Корова сама не смогла, но ей помогли. Добрые люди. Ее качество божественное описали. Описали, и все. И она, корова, стала нужна в результате. Очень важно вот эти вещи глубоко понимать. И на самом деле истина, она очень простая по природе. Вы скажете, Олег Инатьевич, а чего вы нам все время что-то одно и то же говорите? А вот если вы это все сделаете, это одно и то же, то дальше вам ничего будет делать. Это самое сложное. Вот допустим, я говорю, что энергия природы человеку помогает. Но насколько вы это глубоко понимаете? Насколько вы способны, вот когда вам трудно, погрузиться в энергию леса, почувствовать его? Не факт. Если бы вы это могли, зачем вам тогда ходить на лекции? Зачем вам говорить, я не могу жить, мне плохо? Как может быть плохо, если человек любит лес? Это невозможно, потому что от него такая сила идет, что невозможно быть несчастным. Допустим, человек приезжает в лес. Что он там делает? Рубит ветки, разжигает огонь, ставит телевизор, жрет шашлыки, смотрит телевизор, уезжает. Он лес видел? Нет. А что он туда приехал? Его тянет. Но он не может оторваться от себя. Ему надо делать то же самое, что он делал дома. Потому что он не может. Это означает что? Не срабатывает переключатель. На самом деле, впитывать в себя энергию природы, это очень сильная аскеза. Попробуйте погулять по лесу, просто желая всем счастья и думая о природе. Вы увидите, что вам очень тяжело это делать. Вам надо в мобиль вот такие посмотреть, там, смс-ки там отправить, что-то поприкалываться там. То есть, вы не сможете почувствовать природу леса, потому что у нас нет к этому переключателя, атрофировался. Мы не чувствуем море, не чувствуем цветы, не чувствуем людей из-за этого тоже. Переключатель атрофировался. Вот, допустим, успех в жизни, от чего человеку приходит? От чего? Успех социальный. От кого он приходит? От людей. От людей. Если ты любишь людей, то есть разные виды любви. Любовь — это огромная сила просто. Есть разные виды любви. Например, ты любишь заботиться о людях. Есть какая забота, допустим, старшего. Тогда ты будешь руководителем. Тебе все прилипнут просто. Ты нужен этим людям, они увидят, что этот человек может обо мне позаботиться. Все. Они рядом с тобой, они тебе не отвяжутся. Если ты, допустим, любишь что-то делать, работать для людей, вот что-то делать приятно, полезно, все. Тебя ты безработным не будешь. Тебя сразу видят, найдут. У нас работают, нет у нас работы. У меня есть одна знакомая, она говорит, Олег Геннадьевич, я извиняюсь, она мне так сильно хочет помогать. Она говорит, Олег Геннадьевич, я хочу вам помочь. Но что-то времени нет, у меня столько записей, все идут ко мне. Что-то я не знаю, что с этим делать вообще. Но потому что ты всем хочешь помочь. Вот они к ей прут. Успех в этом заключается. Успех не в том, как себя распиявит, чтобы те люди пришли. Один человек ко мне пришел, ну, объясните мне механизм. Вот когда пациенты ко мне начнут записываться на прием, я говорю, как только вы с любовью будете их лечить, и у вас будет врачебный опыт, вы будете чувствовать, как помочь человеку. Вы будете его вылечивать. Люди, вы интуитивно, будут к вам бежать за 100 километров. Потому что каждый человек чувствует, где ему надо быть в нужный час. Понимаете, тебе не надо рекламу, они друг другу будут говорить, и у тебя будет прием на год. Так стремись к этому, когда что ты еще хочешь, сделать себе страничку крутую, что-то из себя корчить, то же самое в личной жизни. У нас проезжают люди на фестиваль благости, один, вот, постоянно одно и то же. Говорит, Олег Геннадьевич, вот мы познакомились в интернет, приехали, посмотрели друг на друга, даже разговаривать не хотим, что делать. Так вы понимаете, в интернет познакомиться невозможно. Это все равно, что вот тебе конфетку показывают и говорят через интернет, попробуй, а потом покупают. Ну как ее через интернет попробуешь? Конфетку можно попробовать, когда ты ее видишь, вот она перед тобой. Точно так же человек через интернет познакомиться. понимаете, о чем я сейчас говорю. Мы атрофировались в своем восприятии друг друга, природы. Мы атрофировались, ушли в виртуальную реальность. Ну, хорошо бы, если бы мы в нее ушли, потому что древние люди, они жили тоже в виртуальной реальности. Им не нужны были мобильные телефоны. Они могли чувствовать друг друга на расстоянии, друг другу давать знания, что-то говорить. Ну, допустим, вот здесь Багалагита лежит. Вы знаете, как она была написана вообще пять тысяч лет назад? Шел бой, шло сражение. На Курупшетре, такое поле боя, от него 300 километров находится Дели, или Кастинапур, души. И есть Гималайя, который находится где-то 500 километров от этих двух мест, но там чуть побольше. На сражении, на поле боя стоял Господь со своим учеником, своим слугом. Сам Господь воплотился на земле, чтобы дать знания. Он даже не сражался там, он просто давал знания. Просто два царя было, два сводных брата, и один шел путем зла, а другой путем добра. И Господь говорит, ну, выбираешь ли, вот у меня есть огромное войско, или я? Кого выбираю? И тот, который путем зла, он говорит, конечно, войско, что мне тебя выбирать? А тот второй говорит, я тебя выбираю, мне не нужно войско. И тот говорит, ну, я воевать не буду, за тебя. Тот говорит, не важно, я тебя все равно выбираю. И Господь стал колесничен. Колесничен, понимаете, у этого воина, непобедимого. Его невозможно было убить, потому что Господь сам колесничен. Понимаете? Так вот, Господь ему рассказывал мудрость, мудрость, цель человеческой жизни, как все устроено на земле. Эта мудрость называется Вагландита. Когда он рассказывал ему, то один мудрец слепому царю, сыновья, которые воскражались, слепому царю рассказывал, что там происходит на поле битвы. за 300 километров от этого места. Мудрец просто видел это все своим тонким зрением и все рассказывал подробно и описывал ему это все. А другой мудрец, который сидел в Гималаях в это время, он записывал одновременно, что происходит на поле битвы и что рассказывал тот царь. Ему не нужны были телевизоры и мобильные телефоны, потому что по телевизору ты видишь искаженно все. Они видели все, как на самом деле происходит. Они видели не только слова, а также мысли те, кто говорит. И это реально было сплошь и рядом в те времена, потому что люди были развитые, у них никогда не было разводов. Они не знали, что это такое. В Индии 50 лет назад только придумали слово развод. Его не было просто в словаре. В России тоже это была казуистика, чтобы в древней культуре на Руси кто-то разводился. Это позорище было. Позорище просто. Сейчас слушали Адов, у нас нет культуры, мы думаем, что мы образованные люди. Мы никакие не образованные, дикари. Понимаете, мы образованные с точки зрения компьютеров там. Вот, допустим, ребенок в первом классе начинает учиться. чему человеку надо сначала учить? Его надо учить равственности сначала. Как правильно жить, какая цель в жизни. Вот этому надо учить. А потом математика, физика, химия, так это уже второстепенно. Если человек не может быть честным, не может трудолюбивым быть, если он не может держать свое слово, при чем тут математика? Он не будет нормально работать, ты его не заставишь работать. У него нет качества на это. Качество надо развивать человеку. Вот что самое главное образование. У нас в школе качество развивают люди? Нет. В институте развивают? Нет. А потом удивляйтесь, да, где развивают? На лекции это Олег Геннадьевич. Кто приходит? Дети? Нет. Юноши? Нет. А кто приходит? Люди, которые уже получили по башке от судьбы. То есть они реально думают, что этого им не хватает просто того образования, надо еще что-то послушать. И как они ко мне приходят? С опаской. И думают, вот там столько в интернет написано всякого. Ну неужели это нормально там все? Сейчас пойду, посмотрю. Страхом идут. Потому что много грязи. Тем, кто пытается делать что-то хорошее, обливают со всех сторон, полоскают грязью. Зависть, злоба царит в этом мире. Так сложно все. Телек, когда попадает в стресс, часто он пытается забыться. Это мужчина и женщина. Есть все разные способы забываться. Вот, допустим, женщины часто читают романы, всякие книжки, забывают. Мужчины выпивают. Некоторые выпивают какое-то там очень крутое, допустим, там, коньяк такой. Не думают, что это выпивать коньяк, там, вакарди какой-то. Это круто. А водку это неправильно. Выпивать коньяк правильно. Какая разница, что выпивать? Коньяк или водку это все одно и то же. просто одно вкуснее, а другое менее вкусное. Вот и все. А результат один и тот же. Какой результат? Ты перестаешь контактировать с этим миром. Ты перестаешь жить по факту. Твое психическое тело трансформируется. Когда человек выпивает, он уже не может сам побеждать судьбу. Ему, чтобы быть счастливым, нужно выпить. По факту веды описывают, что происходит. Есть злые духи, называют веселящие духи. Они связаны со спиртными. Когда человек выпивает, то веселящий дух входит в него и обмен происходит. Он забирает у него силу воли, а дает ему взамен счастье. И когда человеку дальше захочется быть счастливым, ему надо выпить. Он уже не может сам быть счастливым. И постепенно этот человек отрывается от реальности. Он как бы зависает. Он уже не живет, как все. И жена его кресет, говорит, ты где вообще? Иди сюда, у тебя дети, ты почему на работу не ходишь? Он смотрит на нее, бы, да все нормально, что ты понимаешь, все же хорошо. Понимаете, ничего хорошего нет, потому что в тот момент, когда его судьба дойдет пика плохого, то он уже не сможет этой дозой сохранять спокойствие. Чем сильнее действует судьба, тем тяжелее жить. И поэтому начинается запой. Он говорит, я же понемногу выпиваю, что ты паришься? Но когда придет тяжелая судьба, тебе понемногу не хватит, потому что ты снимаешь напряжение только спиртным, у тебя нет уже другого способа. Это значит, что жди запоя. А когда ты дождался запоя, то все, ты так уже не сможешь жить как все, потому что ты уже там. Там уже. И оттуда тебя вытащить будет очень. В тот момент, когда наступит самое тяжелое время для тебя, ты потеряешь свою жизнь, свои крылья. Ты уже не сможешь взлететь, ты уже не сможешь оторваться от смертного, ты сможешь сидеть только возле остановки ободранный, тупой и будешь просить милосты. Все. Это в лучшем случае. А в лучшем тебя задавят или ты разобьешься, когда поедешь в пьяном угаре на машине. Не важно, какое у тебя положение. Важно, что каждый такой человек получает всегда только один результат. Это деградация, страдание и смерть. Все. Это выход? Нет. А когда надо это понять? Чем раньше, тем лучше. какой же выход? Выход заключается в том, что человек должен естественный способ насыщения найти. Вот естественный. Естественный способ означает природа, гулять по парке, двигаться, зарядку делать, желать всем счастья, научиться заботиться о ком-то, что-то делать для кого-то. И постепенно тебя из этого состояния, депрессии, стресса, будет выводить эту правильную жизнь. Просто надо понять, что ты сам не пойдешь туда, никто тебя заставлять не будет. Нужно найти людей, которые так живут. И тебе легче с ними будет переключить этот переключатель, потому что люди все зашоренные, они все живут как роботы. Работа, телевизор, дорога, работа, телевизор, дорога. Человек на работе отдыхает? Нет. Восстанавливается? Нет. В автобусе восстанавливается? Нет. Дома восстанавливается? Нет. А где ему восстанавливаться? Для этого нужно выделять специальное время. Вы это время специально выделяете, и что вы там делаете? Вы просто переключаете себя на другую волну. Восстановления нет. Это называется телепередача какие-то, или игры компьютерные, или фильмы. Ну, то есть, что человек в это время делает? Он просто отвлекается от своей жизни и думает, что он в это время восстанавливается. Восстанавливаться можно только природой, добрыми людьми и Богом. Но для этого надо себя заставить, же надо выйти в парк, а сил нет. надо еще кому-то там счастья желать, кому желать счастья, но в Хабаровске никому счастья счастья. У нас в Хабаровске можно на демонстрацию сходить, но там счастья желать, нет. Но люди почему на демонстрацию ходят? Ну, потому что нету некуда больше ходить. Вот хоть демонстрации появились, и то хорошо. Выходим там, даешь там кого? фургалу. Вот это фургалу даешь. Не хотим не фургалу, не хотим, хотим фургалу. Вот, ну, как бы, нормально, хороший мужик, зря посадили, я не против. Все нормально. Я просто за то, что, ну, понимать, людям, людям надо как-то быть вместе. Вот, хоть демонстрация есть, и то хорошо. Вот, если бы выходили, как что-то другое, допустим, было бы, некоторые люди удивляются. Вот, допустим, у меня из клуба благость, что только не вытворяет. Допустим, в Екатеринбурге они взяли, короче, на улицу вышли, шариками такие стоят, и людям говорят, хочешь шарик? Затак. Он говорит, что это такое? Ну, хочешь шарик, я подарю, а что делать надо? Напиши смс-ку своей маме, я тебя люблю. Он говорит, прикалываетесь? Да. Пишет, я тебя люблю. Вот шарик. И еще визитку такую, визитку дают. Там написано, я желаю вам счастья. С одной стороны. Он такой, ну, быстро переворачивает, что за прикол? Переворачивает, и с другой стороны написано, я желаю вам счастья. Там не телефон написано, а я желаю вам счастья. С другой стороны тоже. Он такой, что такое, что такое идет? Да ничего такого, просто люди тебе подарили счастье, и все. Мне, Люда, рассказ, сделали женский клуб бесплатный, половина женщин ушло, мужья говорят, не ходи, там какой-то подвох. Платный сделали, сразу все пришли, мне говорят, что ты так мало денег за лекции берешь, надо брать три раза больше, больше людей придет, будут уважать. Я говорю, мне не надо больше людей, мне надо, чтобы пришли самые разумные. Вот те, кто понимает, что надо на лекцию идти, не важно, сколько там денег стоит, вот те люди и мне нужны. А все стороны мне не нужны что-нибудь здесь будут делать. Я где их развлекать, придется там прикалываться с ними там, зачем мне это надо. Я хочу просто людям знания давать и все. Какие же стадии бывают у стресса? Что такое стресс? Стресс это когда человек верил не в то, что надо. Вера это основа жизни человека. Есть разные виды счастья, которые поступают в психику человека. Самый ценный вид счастья, ради которого человек живет, это счастье смысла жизни. Оно в основном связано с какой-то очень глубокой любовью и верой. и если человек хотя бы капельку этого счастья получил, счастье смысла жизни от кого-то, то дальше это становится стержнем его жизни. Обычно это происходит, когда человек эту капельку хватает от маленьких детей. Маленький ребенок родился и так капелька вот этого глубокого счастья, любви и все. Маленький ребенок становится главным смыслом жизни. это значит, что скоро будет тяжелый стресс. Почему? Потому что маленький ребенок не является главным смыслом жизни. Он не может дать человеку столько энергии, чтобы душа насытилась. Душа может насытиться только искрка маленькая, может насытиться только солнцем. Она не может насытиться другой искркой. Ей надо разворачиваться к солнцу. Она от солнца летит, ей надо разворачиваться. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому правиться с утра, иди за солнцем следом. И хоть этот путь неведом, иди мой труп, всегда иди дорогою добра. Ну то есть ведах описано, что все души летят от Бога в свои дела, в свои заботы. А надо переключать переключатель иногда и лететь к природе, к добрым людям, к Богу, к храму, потому что в этом и смысл жизни. Оставь свои заботы, падения и взлеты, пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповая на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогу и добра. Когда человек разворачивается, он идет к природе, идет к добрым людям, идет помогать другим, идет к Богу, то тогда все налаживается в жизни. Этот человек что значит удача? Это значит от человека исходит определенная сила, которая привлекает что-то хорошее. Вот каждому человеку что-то привлекается. Вот что к вам привлекается? Одна женщина ко мне подходит и говорит «То, Игнатьч, а что ко мне одни алкоголики привлекаются?» Я говорю «А вы в каком состоянии сознания находятся?» Допустим у мужчин пьянство означает у женщины депрессия. Она говорит «Точно Игнатьч, я в депрессии что-то нахожусь?» Я говорю «Ну вот одни алкоголики». Она говорит «А как жизнерадостный человек привлекать?» Надо стать жизнерадостным и будут жизнерадостным привлекаться. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Чего ты удивляешься? Так человек получил неправильную цель жизни. Он привлекся к этой цели. Или он увидел допустим девушку очень такую красивую, влюбился в нее и запомнил от ее водных лыж вот этот звук. Но он так втрюкался, что за него замуж выходить невозможно. Когда мужчина влюбляется очень сильно, он становится слабым таким, несчастным таким, зачуханным. Как вообще за него замуж выходить? «Копала мальвина, невеста моя, сбежала мальвина в чужие края». Пьеро такое становится. «Кому нужен? Ленч нужен кто? Воин смелый, радостный такой. Это значит, что он не так сильно влюбился. Если мужчина очень сильно влюбляется, он становится пьеро. Он уже теряет себя полностью. Никому не нужен он становится. И именно в этом состоянии у него начинается стресс, потому что он целью жизни своей выбрал не тот объект. Только солнце, только Бог ведает солнце с Богом сравнение. Только Бог это сравнение. Только Бог как солнце, Бог как солнце для человека, для маленькой искорки души. Только Бог может дать полное счастье. У него есть энергии свои. Если ты его не чувствуешь, не понимаешь, хотя бы энергии его почувствуй. Какие у него энергии? Солнце, вода, лес, земля, любовь, вот этой природы. Птички поют, чувствуют природу, мы тупые, не чувствуем. Вот солнце восходит, птички, чирик, 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 радуется. Со всей силы иногда аж хрипит бед от радости. мы не радуемся, мы тупили. Свет горит, дом стоит, из окна бед надаль. Откуда взялась печаль? Ну ты неправильно живешь просто. Первая стадия стресса называется кризис. Человек не понимает, что такое, что такое. Почему она не может быть со мной? Я как бы ее люблю, помню о постоянно. Почему она не со мной? Кризис, человек не может понять, что такое вообще, как-то может быть вообще. я ее люблю, ее больше так никто не любит, как я люблю. Что, она глупая, что ли? Почему она меня не выбрала? Вот никто так ее не полюбит никогда вообще в жизни. Человек в шоке вообще, как так может быть ее? Почему она меня не выбрала? Дядю Васю выбрала, он вообще не любит. во-первых, ты не понимаешь, что эту мелодию любви надо Богу посвящать. Человек не может срезонировать с такой силой этой мелодии, но не может он на себя это взять, не может понять такую силу любви, которую ты испытываешь к нему. Эта сила, она разрушает тебя, потому что нет обратной связи. Вот когда человек сильно любит, он очень сильно как бы включается. Ему нужна взаимность. А человек чувствует неудовлетворенность. В результате наступает несоответствие. Человек чувствует неудовлетворенность. Он страдает. Чем больше он страдает, тем меньше его любит. Евгений Онегин приехал такой, она мечтала вообще об этом из столицы. Ну все девушки из столицы такой крутой. как дэнди лондонский одет такой крутой. Приехала на раз и влюбилась в него сразу. Очень хорошая девушка благородная, чистая внутренняя. Отличная девушка. Все хорошие качества. Но он такой как баран. испорчен этим свет отношениями. А он тоже такой человек с совестью. Он говорит слушай, ну ты пойми, что если мы с тобой даже поженимся, тебе все равно ничего хорошего не будет. Потому что я другой человек не такой как ты. Давай ты лучше найди себе нормального кого-нибудь. Но она нашла себе нормального, чуть возрастного немножко. Но зато ее любит, заботится. И она переехала в столицу к нему. Стала самодостаточной, красивой такая. Тут он ее увидел такую. Она уже к нему не привязана. Она любовь еще в душе моей не угасала насовсем. Ну пусть она вас больше не тревожит. То есть она уже сильную позицию занимает внутреннюю. Красивая, самодостаточная. Она ему написала письмо на три стихотворной страницы. Он ей написал на пять ответные потом. Как он ее живет. Ну сам считал. Почему? Ну потому что так это действует. Когда человек самодостаточный, сильный, когда в него все встрюхиваются. Но если он не до двух трюхается тоже в ответ, будет уже не так интересно. Поэтому женщины, если вы хотите замуж, знайте, что есть только один вариант вообще. Этот вариант не тот, о котором вы мечтали. Сейчас расскажу, как это бывает. Но вы внимательно слушайте. Надо сначала стать самодостаточной. Одна девушка меня спросила, когда наступит этот момент, когда я познакомлюсь. Конкретно опишите мне ощущения. Я говорю, конкретно, когда ты так будешь всем заботиться, обо всех служить, такой взаимность любви будешь иметь с людьми, что тебя успокоит в сердце, и ты уже не так сильно будешь хотеть замуж. Тебе станет легче жить. И в этот момент ты будешь так сильно мучить мужиков. Потому что, когда женщине хорошо, она красивая, мужчинам это недоносимо смотреть. Они с ума скроют. И все, начнутся сразу поклонники, все твои самодостаточные захотят себе изобрести. Ну, чтобы с счастливым человеком жить все время. Дорогов нет, правда. Все хотят с счастливым человеком жить. Все хотят красоты, счастья себе. Ну, вот. И дальше следи за собой. Если он тебя любит, то смотри, есть два вида любви мужчин. Есть тупые мужики, а есть не очень тупые. Есть два вида любви, одни исходят. Одни тупые, и они хотят только секса. Тебе надо забраться, чего хочет. Для этого надо всегда держать его на расстоянии. Никаких исключений. На расстоянии. И смотри, если совсем тупой отваливается быстро. Ну, рассчитывать на то, что тебе достанется не тупой, сложно, потому что они все уже разобраны. Ну, как бы достанется более-менее нормальный, но женщины хотят какого? классного, таких нет. Почему? Потому что классный достается каким женщинам, которые еще более классные. И он этот классный для нее все равно немножко не очень. Понимаете, для чего так делают Бог? Я сейчас вам расскажу. Потому что кто-то мужика должен исправлять, кто-то его должен развивать. И как вы думаете, догадайтесь в трех раз, кто? Жена! И поэтому Бог дает девушке какого парня? Ну, чуть-чуть похуже, чем она хотела. Никому не рассказывает бы как на лельце моего. Действительно не понял. Вот. Для чего? Чтоб она его развивала. Чтоб он стал лучше. Вот для этого в этом цель заключается. Вот. И поэтому вот увидела такого человека, который тебя любит. Почему? Потому что ты лучше, чем он. Ты это тоже понимаешь, не дурак. Вот. Вот он тебя любит. Ты лучше, чем он. Чуть-чуть. Дальше что нужно понять мужчине? Первое. Он вверх идет или вниз? Потому что у мужчины есть только две дороги. Или вверх или вниз. Как определить, что вниз? Вот у мужчины допустим все есть, у него все классно. Там машина, квартира, там крутой. Но он не хочет работать над собой. Ему все по барабану в этом плане. Значит идет вниз. Дальше будет только хуже. Если он хочет работать над собой, он допустим может быть не такой материальный развлек, как бы хотелось, но он стремится работать над собой трудолюбивый, волю укрепляет, там что-то делает, меняет свою жизнь. Значит идет. Это первое, что надо определить в нем. То есть хороший человек. Второе, что надо определить, посмотреть сколько вредных привычек. У каждого мужчины есть склонность неправильно отдыхать. И вот надо понять, что у него за склонность неправильно отдыхать. У каждого мужчины она есть. Может он телевизор по ночам смотрит, может он объедается на ночь, может быть он выпивает, может быть он гуляет. Вот надо разобраться. И самое худшее, если он гуляет. Это уже не поменять. На рыбалку. На рыбалку еще ненормально. Смотря на какую рыбалку. Иногда говорит, на рыбалку. А сам пошел на другую рыбалку. Вот. Понятно? Разберитесь, какие у него привычки. Если привычки более-менее нормальные, идеально вы все равно не найдете. И он вверх идет, вот старается, развивается. Но он не слишком вверх еще, потому что он все равно будет хуже вас. Вы как бы уже более развитые будете. Почему? Потому что если вы будете более развитые, менее развитые, он на вас даже не посмотрит. Мужчина же себе принцессу смотрит, она должна быть лучше его. А мужчина сам, он склонен к развитию. Вы пытаетесь понять, что вот женщина, она склонна к чистоте, к самосохранению, к стабильности. А мужчина обогнать может. Он же развивается, он меняется в лучшую сторону. Вот на это надо рассчитывать. Редактор субтитров А.Семкин